Паралимпийские игры в Сочи стали отправной точкой к созданию в городе безбарьерной среды. Изменения коснулись буквально всех сфер жизни, в том числе и образования. За три года 60 учреждений, это школы, детские сады, объекты дополнительного образования стали безбарьерными. Созданы необходимые условия для тех, кто живет в отдаленных районах города. В каждом районе по одной из которых ведется дистанционное обучение для детей с инвалидностью. На сегодняшний момент у нас только у 36 детей установлено оборудование для их обучения на дому. Это оборудование достаточно дорогостоящее, от 130 тысяч до 250 в зависимости от инвалидности. Самое сложное, признаются сотрудники сферы образования, убрать барьеры и стереотипы в сознании людей. И начинать нужно со школьной скамьи. Для этого педагогами была разработана программа «Жить в мире с собой и другими». Что такое «Жить в мире с собой и другими»? Это 11 занятий для подростков, для старшеклассников. Разработаны конспекты этих занятий и проведение общешкольных мероприятий только за один год. Внушительные цифры, я хочу, чтобы вы их услышали. 2300 занятий, 300 общешкольных мероприятий и, конечно же, проведение всесочинского паралимпийского урока. С окончанием зимних игр работа по созданию безбарьерной среды в образовательных учреждениях города не завершается. Кроме того, Сочи предстоит поделиться опытом с другими российскими городами, где еще только собираются убирать все барьеры. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ